О чём думает герой? Тот самый, который я. Он думает, что он совсем маленькая частица того, что вокруг него есть огромный пространство. Очень хорошо. Он думает, что он маленькая часть некоего мира. Да? Ну, так, хорошо. Он думает, что звёзд, бесконечное множество, но там же, как и пространство, да? Да, где мы понимаем ещё? Он, конечно, думает, как бы это объяснить. Уста премудрых нам гласят. Там разных множества миров. Несчётны солнцы, там горят. Народы там и круг веков. Для общей славы божества равна сила естества. Это очень старые стихи. Действительно, давайте подумаем, о чём это. Там разных множества миров. Это как? Ещё раз. Уста премудрых нам гласят. Премудрые – это кто? Учёные. Учёные, согласен. Говорят нам, что есть много равных. Они нам говорят, что там, где-то там, да? Там есть, может быть, инопланетяне, совершенно верно. Да, именно в этом стихии. Там разных множеств миров. Несчётны солнцы, там горят. Это как? То есть очень много характеров. Человек, в которые в каждой своё солнце. Народы там, ну это понятно, люди, инопланетяне, это же самое, да? И круг веков, то есть время. Для общей славы божества, там равна сила естества. А это что? Не всё естественно, как-то. Не всё естественно? Нет. Равна сила естества. То есть, ну как? Но эти не могут, может быть, вот, божества делать очень много, как мы? Нет. Думаю, что тоже нет. Думаю. Но не уверен, да? Может быть, они такие же, как... Потому что сила равная. Ага. Может быть, они такие же, как мы. Конечно. Вот это скорее, скорее так. Но где ж, натура, твой закон, С полночных в стран встаёт заря? Не солнцель ставит там свой трон? Не льдистель мечут огонь моря? Се хладный пламень нас покрыл. Сев ночь на землю, день ступил. Что бы это значило? Давайте по строчкам разбираться. А может быть, с конца. Настал день. Настал день, вдруг... А начиналось всё с ночи. Итак, почему-то в ночи настаёт день. С чего бы это? Может, он всю ночь размышлял? Может, он всю ночь размышлял, а настал день? Нет. Нет, проще. Может, день, это часть ночи... День, это не тот день, а день, это день. День чуть повыше. День, это день, я понимаю. Может, белая ночь как? Белая ночь, это уже ближе. Луна. Очень ближе. Луна освещает. Луна освещает, нет. Может быть, цветом освещения. Цветом освещения. Красиво. Очень красиво. Но нет. Звёзды освещают. Луна освещает. Луна освещает. Нет, нет. Смотрите, все хладные пламени нас покрыли. Это как? Полярное сияние. Конечно. Это северное сияние, которое вдруг настало. Все хладные пламени нас покрыли. Что такое хладные пламени? Холодное пламя. Холодный пламя. Может ли быть холодным пламя? Ну, да. В стихах, которые сверху, да. В стихах всё может быть, да. Вот так автор пришёл назвать северное сияние. И он не понимает, почему же так происходит. Давайте выше двигаться. Но где ж натура твой закон? Это как? Кого он спрашивает? Натура. Натура. Природа. Где же твой закон, природа? Ты что делаешь вообще? Ночью-день. Почему день? Почему день ночи? Вот и не знаю. Ночью должно быть темно. И вдруг хладный пламень, сияние. Неизвестно откуда. Где же что будет твой закон? С полночных стран. То есть откуда? С полночных стран. Это откуда? С северных. С северных. Конечно, с северных. Молодцы. С северных стран. С полночных стран встаёт заря. Он уже начинает что-то предполагать. Не солнце ль ставит там свой трон? Может быть. Может там чертоги солнца? Не льдисты ль мещут огонь моря? Это как? Льдисты моря мещут огонь. Лед на море? Так, лед на море. И что? Где-то видал лед на море. А, а из перги. Может быть это отцвет от солнца. И оно даёт свой свет. Там солнечные лучи горят. И льдистый пламен их покрыл. И тучных гор вверхи горят. И в ночь на землю идёт ступень. Теперь догадайтесь. О чём всё-таки эти стихи? Я их ещё до конца не прочёл. Звёздами начинают мыслить капилоса. У меня, что он совсем маленький для таких масштабов. По песчинкам. Так, хорошо. Пустые. А дальше он задаётся какими-то... А дальше он задаётся вопросом. Потому что он на севере, по полярной сиянии. И он не понимает, почему ночью свекло. Почему так сильно свекло. Ммм. Отлично. Ещё. Волняйте. Разлушайте друг друга. Может быть это попытка проникнуть в естество. Попытка проникнуть в естество. Отлично. То есть в натуру, да? Как устроены законы природы. Так, хорошо. Возможно он восхищается северной ночью. Восхищается это, да. Но это только приятно. А дальше начинается что-то сложнее. Не случайно он вспоминает уста премудрых. Это значит, что он, наверное, знаком с тем, что он не говорил. Так, возможно он этого не видел, но хочет услышать или увидеть. Он уже услышал. Ага. То есть он хочет услышать, почему это происходит. Отлично. Что же это? Именно сиянием. Да. Он восхищен северным сиянием. Действительно, мы не знаем, что это. Он очень хочет узнать. И он узнает одну простую мысль. Что пока ни ученым, ни ему самому неизвестна причина этого сияния. Откуда она берется? О, вы, которых мудрый зрак пронзает в книгу вечных прав, Которым малый вещь и знак дает еди, 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 естества, устав, Вам будь известен всех планет. Скажите ж, что нас так метит? Давайте разбираться, что это такое. О, вы, которых вечный зрак пронзает в книгу вечных прав. Устав? Это что? Ну, mae-то ученые. Вот вы, ученые, ответьте нам, конечно! Которым малые вещи и знак являет естество. Устав? Но которые все знают. Которые... Ну... Вот один маленький признак, и они уже поняли, что это. Конечно! Ученым, вроде бы должно быть известно все, Которым малые вещи и знак являют естество. Устав. Вам будь известен всех планет. Ну это понятно? Скажите, что нас так метет? Метет. Это что? Отсюда метет. Что нас так тревожит? Что нас так волнует? Что же мы видим? Потому что мы не понимаем, не знаем, мы не видим теми глазами, как они летят. Угу. Что нас так метет? Что зыблет ясной ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит, как молния из грозных туч стремится в ясный день зенит? Давайте подумаем, что это значит. Молния без грозных туч стремится в ясный день в зенит. Что этого героя нашего волновало? Ну как? Ну как? Как молния из грозных тучи земли? Да, собственно, что такое молния? Как действует электричество? Да? Это его волновало. Так, скажите, вот теперь подумайте, кто же наш герой? Философ-мыслитель. Философ-мыслитель. Пойдет еще. Ученый. Ученый, который при этом задает вопросы другим ученым. Это он сам, по-моему. Нет, сам себе в том числе. Но это не опытный ученый. Не опытный ученый. Так, хорошо, еще. Человек, который начитался в греческих, который не начитался в каких-то знаменитых философах. Так. И сам теперь начал так разговаривать. И пытается думать. И пытается думать. И размышлять. Но смотрите, какие вопросы у вас основаны. Что такое природа? Где закон природы? Почему молния так себя ведет? Еще. Еще вот. Про другие планеты он хочет знать. Так. Значит, он хочет знать астрономию. Наверное. Да? Молки без кровных туч стремятся от земли в зенит. Сомнений полон ваш ответ. О том, что окрест ближних мест. Скажите ж, что пространний звезд, и что малейших дали звезд, не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик тврец. Не сведом тварей вам конец. То есть, что это значит? Вы не знаете, когда мир кончится, когда умрут там люди, животные, да, твари все. Когда произойдет конец света, вы не знаете, говорит он. Сомнений полон ваш ответ. О том, что окрест ближних мест. То есть, вы даже сомневаетесь в том, что рядом. Конечно. Скажите же, коль пространен свет. Ничего себе вопрос. Коль пространен свет. Свет это все. И что малейших дали звезды? Еще один вопрос. Что дальше самой маленькой звезды, которую мы видим? Еще звезды. Другие гости. Дальше он их, конечно, прикрыл. Не сведом тварей вам конец. И дальше самое главное вопрос. Скажите же, коль велик, кто все это создает? Он хочет узнать все на свете. Он хочет узнать все на свете. Именно так. Он хочет узнать малейшую песчинку в этом мире. И теперь он хочет узнать, что дальше самой далекой звезды. Он хочет узнать, насколько пространна Вселенная. Он хочет узнать, насколько велик Бог. Если, конечно, он есть. О, он и в этом сомневается. И вот теперь самое интересное. Предположите, автор. Так, кто-то из 20-го века нет. Романтик нет. 19-го века. 19-го века нет. Выгадайте. 17-й, 21-й. 17-й, 21-й, Древний Русс. Нет, он сказал, что поселенные вектические. Это так. Он говорил, как поселенные вектические. Так, он 20-й, или 17-й, или наш. Восемнадцатый. Нет, он жил до Фарадея. В 18-й. В 18-й, конечно. И это очень известный волчий. Ломоносов. Ломоносов нет. Ломоносов нет. Ломоносов. Ломоносов. Это Михаил Васильевич Ломоносов. И стихи называются так. Вечерные размышления по случаю великого северного сияния. Стихи датируются обычно 1743-м годом. Но, судя по всему, они написаны немножко раньше. Где-то в конце 30-х. Но все равно, считайте, почти 300 лет назад. И вот такие вопросы мне интересуются. И вот теперь у меня будет крупный вопрос. Как известно, Ломоносов был не последним ученым. Почему он захотел выразить свои мысли стихами? Стихи будут читать и люди, которые, так сказать, не ученые. А стихи будут читать люди и не ученые. Согласен с этим. Мы с вами сейчас читаем, например. Но это, наверное, не так важно. Он мог бы написать трактат. Почему получается северное сияние? Почему так выходит? И он написал, так сказать, потом. Он считал, что стихи вечно. Из-за этого написал с помощью стихов. Так, он считал, что стихи вечно, в отличие от того, что он напишет. Так, возможно, еще. Возможно, не знаю. Он выразил, может быть, это просто порыв внезапный. И он выразил его стихами. Порыв внезапный. Такой продумленный. Посмотри, сколько продумленных. Возможно, еще. Может, из-за того, что он предполагал, что стихи вечно. Он хотел, чтобы в будущем эти вопросы-то и решили. Так, он хотел, чтобы в будущем эти вопросы решили. Конечно, всякие ученые. Так, еще. Он считал, что стихи вечно воспринимаются. Он считал, что стихи вечно воспринимаются. Да, возможно. Возможно, считал. Я второе скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что я не могу залезть в мозги к ломоносу. Соситься. Так, еще. Мне кажется, из-за того, что трактат будут читать только те люди, которые собираются стать учеными. Или же ученые. А стихи будут читать любые люди. А стихи, может быть, будут читать все. Да, возможно, и так. Еще, еще, еще. Предлагается вариант. Я буду читать те, кому это интересно. А стихи будут читать все. Ну, стихи будут читать тоже те, кому это интересно. Согласитесь. Семьи, стихи легче воспринять. Стихи легче воспринять. Вы сейчас легко восприняли? Да. Не совсем. Ну, конечно, не совсем. Потому что это почти 300 лет назад. Психовый язык, конечно. Так, еще. То есть, еще, может, я хотел, чтобы те, кто прочтут эти стихи, тоже задумывались. Тоже задумались и что-то подумали. Ответ. И его время было бы, может быть, достаточно ракулярной. То есть, стихи были ракулярной. Ну, а почему тогда Ломоносов все не писал стихами? Ну, сложно написать, потому что он мог бы хотеть. И стихами несложно написать ничего. Понятно, чем речь, да? У него есть даже трактат о пользе стекла в стихах. О, там все написано с легким языком. Начинается так просто. Не право обещать у Шувалов, это прочно повозят Шувалову, да? Которые стекло чтут ниже минералов. Ну, и дальше, что нужно? Еще. Еще. Добрый день, может, я хотел бы написать той, когда заинтересовалось системе Мессияния, что от вдохновения он написал стихами всего? Вот это интересный вопрос от вдохновения. Потому что мы с вами всегда говорим, вдохновение или наука? Вдохновение. Наука. Техник, мастерство, или, ну, условно, гений. Так вот, на самом деле, ни то и ни то. Или и то, и другое вместе. Потому что ни одного гения не создается без мастерства. Это очень важно. И этому мне бы хотелось, чтобы вы поняли. Ни один гений без мастерства не рождается. Проще говоря, без труда. Потому что мастерство, да, это труд. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Почему Морозов решил выразить эти мысли свои. В данном случае, неким определенным стихотворным размером. Кстати, каким? Что у нас здесь повторяется? Самая маленькая, как это стихотворное. Все расчерчено. Стопа. Так, то есть некая стопа. Ям. 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 Первая. Попису так, да. Вторая. Дорога. Считаем, сколько стоп. Четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре. Значит, четырехстопный ям. Вот так стиховеды обычно назначают. Это четырехстопный ям. Он мог быть, наверное, совсем другим. И каким-нибудь пятистопным, и шестистопным, и двенадцатистопным. Но почему-то именно четырехстопный ям считается самым распространенным размером русской футболизмы. Скажем, Евгений Анигин написан четырехстопный ям. Из, ну, почти шестидесяти тысяч строчек, которые написаны Пушкиным, тысяч, ну, наверное, сорок написано четырехстопным ям. Вот теперь вопрос, как вы думаете, зачем? Пусть четырехстопный ям такой самый торжественный? Самый торжественный. Ну, не сказать. Пушкиным писал не только торжественные вещи. Да и Евгений Анигин, согласитесь, что такая торжественная вещь, что ли. Четырехстопный ям, конечно, годится для многого. Да, четырехстопный ям, он лучше выражает подобный смысл. А почему я не могу тот же смысл выразить в шести стороны? Да, запросто. А квадрат это хорошо. Но я думаю, что дело не только в квадрате. Ну, он просто легче для восприятия. Легче для восприятия. Вам было очень легко? Нет, скорее легче. Вы честно признали, что не очень легко. Это нормально. Это все-таки стихи очень старые. Том Пушкинский. Может писать ему проще писать четырехстопный? Писателям проще писать четырехстопный. Нет, в настоящем писателе не проще писать. Каким угодно. Что ямбом, что кореем, что амфибрахием. Правда? Все дело в том, что мы включаем еще этот фактор. История. Это важно. Помните, мы говорили немножко о теории и истории. И если бы Лосов в свое время не написал бы столько четырехстопных, то никакой Пушкин им бы тоже не написал. Я выбрал бы другое слово. Не мода. Мода изменчива. Позиция. Вот это важно. Что такое традиция? Давайте вспоминать. Традиция. То, что делают из поколения в поколение. От латинского «траду», что значит передавать. То есть это передача. Один другому передает, если угодно, эстафель. С традицией можно спорить. С традицией можно разрушать. Вот традиция живет у нас. У меня было много лет такой эксперимент. Я предлагал людям, которые, ну, как совершенно незнакомы, да, ни стиха, ни стиха, ни с чем прочим, взять и написать четырестишек. Только не задумываться. И что вы думаете? Процентов 70 писает четырехстопных язык. Почему? Их что это научили? Нет. Это те стихи, которые им читались в детстве. В том числе, конечно, сказки Кушкина знаменит, которые не все написали, читали стопы у меня. Но самые известные для них. И, наверное, поэтов мы так этот размер полюбили. Что значит «мы»? Мы, это, в данном случае, русская полиция. Но и не более того. Скажем, объясни итальянцу, что такое четырехстопные ямы. Ты же пойми. Но он скажет, что у нас этим размером и шпильник. Нет. Какие данные участки пишут? Шпильник. У итальянцев, как правило, Севабикова вообще, а у итальянцев этот размер не привычен. Или для французов. Для англичан больше. Но вот для нас с вами, наверное, именно этот размер стал, по слову другого проэта, первым криком в жизни. Не ямбом ли четырехстопным, Советным ямбом, да потопным, Начать свой первый стих. Из памяти изгрызли годы, Кто и за что в Хатине пал. Но первый звук хатинской оды Нам первым криком в жизни стал.